Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В английских чатах и группах ходят сообщения о том, что якобы состоялась встреча господина Абакумова с китайскими банкирами, и все уже идет к тому, чтобы начать вывод. Итак, читаем. На этих выходных прошла конференция в Гонконге, причем она прошла, обратите внимание на название, как оно написано, Пензилюна отель, на которой присутствовал господин Абакумов, вьетнамец или вьетнамцы, со структурой в оборот, имеющей оборот 40 миллионов евро, ой, 400 миллионов евро, я так понимаю, и китайские банкиры. То есть, ну, звучит, конечно, громко конференция, да, но, по всей видимости, это была просто встреча в узком кругу. Но, обратите внимание на вот это название, Пензилюна отель. Мы элементарно вбиваем название Пензилюна отель Гонконг в Гугле, и видим, что Гугл нас спрашивает, вы, может быть, имели в виду Пензилина отель Гонконг? То есть, в принципе, никакой Пензилюны отеля здесь не видно. Ну, хорошо, может быть, то, что он предлагает, есть такой отель Пензилина, может быть, тот, кто написал сообщение, просто ошибся, выбираем Пензилина. Итак, смотрим. Обратите внимание, есть какой-то пятизвездочный отель в Гонконге Нина, Эль, Эль Хотель Нина, видите? Нина какая-то есть. Эль Хотель Нина. Все. Никакой Пензилины, ни Пензилюны нет. Интересно, да? То есть, получается, в первом же абзаце в этом сообщении какая-то непроверенная информация, а может быть, просто вранье. Но мы продолжим читать, потому что интересно, что же там дальше-то пишут. В результате этой встречи были обсуждены некоторые моменты о сложностях реструктуризации, включая лимиты на вывод. И все, кто имеет пакеты до 500 тысяч евро, смогут выводить до 2,5 тысяч евро в месяц. У кого суммарный объем инвестиций от 500 тысяч до 1,5 миллионов, 3,5 тысяч евро в месяц. От 1,5 миллионов до 2 миллионов, 5 тысяч. У кого больше 2,5 миллионов, соответственно, 7,5 тысяч евро. Для людей с небольшими пакетами это сначала кажется важным преимуществом. Имеется в виду, что если посмотреть пропорционально, то получается, люди, у которых инвестиции до 500 тысяч долларов, вроде бы как пропорционально они выводят даже больше. Потому что те, у кого пакеты свыше 2,5 миллионов, они выводят меньше, получается, пропорционально, не в абсолютном значении. Но, как здесь написано, у компании есть кое-что на уме. То есть компания кое-что задумала, например, простимулировать рост. Например, для людей, которые получают высокие еженедельные прибыли благодаря повторным продажам. Или, я так понимаю, может быть, повторным инвестициям, которые люди в их команде делают. From which new partners we appear. Эта информация уже была подтверждена на нескольких сайтах, включая Швейцарию и Россию. Да, конечно. На каком-то там сайте что-то там написано. Это супер информация. Это просто надежнее не бывает. Да, у нас на заборах тоже много чего пишут. Поэтому, вот мне нравится заключение. Поэтому, скорее всего, или мы приходим к выводу, что компания начнет выплаты уже в этом году. Понятно, да? В этом году уже выплаты начнутся. Да, то Диего там песни пел, что август наш месяц. Сейчас уже речь идет, ну, если получишь что-нибудь в 2018 году, и то радуйся. Понятно, уже сроки отодвигаются на неопределенный срок. Да, как раз к Рождеству получишь. И лимиты, лимиты вывода будут происходить в указанных количествах. Для людей, которые не получили возврата в течение года, 2% должны будут вернуть. Поэтому каждый, каждый, в принципе, удвоит свои пакеты. Ну, что могу сказать? Вы, конечно, спросите, насколько это все правда и так далее. Ну, история темная, господа, на самом деле. Во-первых, как я сказал, попробуйте сами пробить название этого отеля. Нет в Гонконге отеля с таким названием. Пензи Люна. Если вдруг тот, кто писал, ошибся названием отеля. Ну, бывает такое, да? Человек ошибся. Ну, если он в этом ошибся, то как мы можем доверять всему остальному тексту? Ну, а главное, что если встреча имела место быть, ну, наверное, было бы неплохо ее подтвердить какими-то фотографиями, видеороликам и так далее, да? Помните, год назад лидеры из Казахстана ездили в Кабы-Верде, встречались с Рабала, подписывали меморандум. Там хотя бы фотографии были, что вот они сфотографировали с Рабала в офисе, что встреча состоялась, да? Понятно, что кто-то может сказать, ну, они там обсуждали конфиденциальные моменты, типа, они не хотят все разглашать. Да, пожалуйста, не разглашайте, просто сфотографируйтесь там Абакумов, Вьетнамец и китайские банкиры, просто чтобы подтвердить, что вот встреча была. Конечно, кто-то может сказать, ну, вот китайские банкиры, они вот такие вот все засекреченные, они вот не хотят светиться, да, и так далее. Ну, ладно, пусть Абакумов сфотографируется где-нибудь там в центре Гонконга на фоне какой-то достопримечательности, чтобы видно было, что он был в Гонконге вообще. Абакумове вообще полтора года уже ничего не слышно. Последняя информация, когда он там в Дубае с речью выступал и все. После этого не видно, не слышно, где он там, что он делает, встречался он с китайцами, не встречался. Ну, и главное, это не сказал, что информация-то откуда взялась? Она гуляет непонятно откуда и даже мистер Диего об этом не знает, потому что, ну, согласитесь, господин Диего у нас вроде как кандидат номер один на должность генерального директора. А это не он опубликовал это сообщение в чате Диего об этом тоже. Ну, Диего спрашивали об этом, была ли такая встреча. Я ответа Диего не увидел за последние дни. Возможно, он сам не знает. Ну, в общем, темная история, господа. Как, собственно, и все, что происходит последний год в компании. Да, напомню, что 27 сентября, наконец-то, компания опубликовала официальную новость долгожданную об отмене мероприятия в Пекине, которое, собственно, даже и не планировалось. Классно, да? Давайте отменим мероприятие, которое мы и не планировали. Да, и даже вернем деньги, которые нам не платили. Вообще, шикарно. Красавцы, ребята, вообще. Ну, все, следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.